Друзья, всем привет! С вами Snowwise. Добро пожаловать на канал обзоров газетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего полноценного и честного обзора это компактный планшет от компании Realme. Realme Pad Mini. Нельзя сказать, что это супер новый планшет. Он появился весной прошлого года, но тем не менее он все еще более чем актуален. Ведь планшетов в подобном компактном форм-факторе сейчас не так, чтобы и много. Разве что, ну, можно вспомнить Samsung A7 Lite как конкурент этому планшету, но Samsung будет на гораздо более слабом железе. Здесь же мы получаем довольно большой экран, 8,7 дюйма. Для подобного устройства это действительно неплохо. Отличные материалы корпуса, неплохая производительность. Здесь у нас Unisoc Tiger T616 установлен. Ну и есть варианты различные по оперативной памяти и хранилищу. У меня версия самая базовая 3.32, есть еще версия 4.64. Что мне понравилось, что здесь большой аккумулятор для подобного компактного устройства. 6400 миллиампер. И, в общем-то, планшет работает довольно долго. В общем, давайте поговорим об этом компактном планшете и решим, стоит ли он вашего внимания или нет. Ну, а прежде чем мы начнем, хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину Play.ru за предоставление этого планшета на обзор. Именно в интернет-магазине Play.ru по самым низким ценам вы можете приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, а также бытовую технику. В общем, проходите по ссылочке в описании. Ну, а мы будем начинать. Чем привлекают в первую очередь подобные устройства? Это компактность, но при этом довольно большой экран. Устройство достаточно маленькое, компактное и легкое, чтобы им можно было пользоваться одной рукой. Весит планшет порядка 370 грамма и в толщину 7,5 миллиметров. Причем, что самое интересное и приятное, несмотря на свою такую небольшую толщину, здесь не стали отказываться от 3,5 миллиметрового джека, как это часто бывает в новых планшетах. Экран здесь, ну, скажем так, не самый лучший, к сожалению. Здесь, конечно же, просится Full HD матрица, но здесь у нас, к сожалению, разрешение чуть больше, чем HD. Здесь у нас WXGA плюс экранчик. По яркости, опять же, нельзя сказать, что она запредельная, но ее, в принципе, хватает. В помещении так вообще все замечательно, но на улице, да, приходится выкручивать на максимум, ну, и то иной раз нужно будет всматриваться. Здесь у нас, в принципе, достаточно неплохой звук за счет двух динамиков. Ну, динамика здесь, к сожалению, 2, а не 4. Расположены они в верхней части. Если сориентировать планшет кнопочками вверх, то динамики как раз будут с двух сторон. Соответственно, нужно не забывать, если вы смотрите фильм, то держать планшет вот таким образом, не переворачивая его, иначе вы будете перекрывать динамики руками. С точки зрения производительности здесь тоже каких-то вопросов нету. Tiger T612, в принципе, позволяет даже комфортно поиграть в большинство игрушек популярных, таких как Call of Duty, PUBG, Stand-Off или Asphalt. При желании можно попробовать здесь, конечно же, поиграть в Genshin, но учитывайте то, что версия здесь 32 гига, а Genshin весит сейчас у нас больше 20 гигов. Поэтому, ну, по сути, установив один Genshin, сюда уже больше ничего не поставишь. Поэтому, конечно, если вы любите много и часто играть, лучше брать версию побольше на 64 гига. Здесь у нас есть, естественно, слот для SD-карты, вы можете расширить до 1 терабайта, так что под ваши мультимедиа файлы, под киношку, под музыку, здесь, конечно, места будет предостаточно. Ну и давайте посмотрим на циферки производительности, чтобы не быть голословным. В Antutu планшет набирает 223 тысячи баллов. Это, в принципе, на уровне того же MTK G85. То есть, в принципе, такой средненький процессор для недорогих бюджетных устройств, но при этом остающийся все еще довольно-таки производительным, чтобы позволить вам поиграть в игрушки. Я попробовал здесь PUBG, немножко поиграл в Call of Duty, и могу сказать, что без проблем планшет тащит их на средне-высоких настройках, плюс-минус вы получите где-то в районе 40-45 кадров. Можно поставить и высокие настройки, но то и дело будут проскальзывать небольшие подлаги и подфризы, поэтому все-таки рекомендую опуститься до средних, и тогда никаких вопросов и проблем у вас точно не возникнет. В Geekbench планшет набирает 371 балл на одно ядро и 1324 на все 8. Опять же, это аналогично тому же MTK G85. Ну и что действительно нравится в новых процессорах от Unisoc, это то, что они абсолютно холодные. Вот и Tiger T616, демонстрируется абсолютно зеленый график, не обнаружено перегрева троттлинга центрального процессора, производительность 131 гипс, средняя 129. Так что да, без проблем сможете и поиграть, и понагружать планшет, он абсолютно не греется и всегда остается холодным. Что приятно удивило, это наличие UFS накопителя. Здесь у нас UFS 2 установлен, но что не очень приятно удивило, это то, что он оказался не очень-то и шустрым для UFS, показав скорости на уровне EMMC, особенно на запись, всего лишь 135 мигов. Но вот на чтение более-менее 450. Вполне возможно, что это из-за того, что здесь маленький накопитель на 32 гига, и накопитель на 64 будет чуть шустрее. Ну, вполне возможно так. Модуль Wi-Fi здесь двухдиапазонный, 300 мегабит выдает мне провайдер, и на 5 гигагерцах я получил порядка 200, что на загрузку, что на скачку. Хотелось бы, конечно, видеть все 300, но и те 200, то, что выдал мне планшет, вполне себе достаточны для комфортного браузинга, для скачивания игр, приложений и так далее. Что касается экрана и звука, то, в принципе, здесь все неплохо, если вы смотрите тот же YouTube. Громкости вам хватит всегда за глаза, довольно неплохо будет смотреться картиночка, ну и, в общем-то, посмотреть видосики можно комфортно. Только во флагманском уровне, и смотрится телефон, ну, не похоже на все остальное, что сейчас продается, особенно вот эта вот полоска. Динамики направлены у нас, как уже сказал, вверх, поэтому нужно обязательно держать планшет таким образом, чтобы их не перекрывать, ну и комфортно можно пользоваться планшетом даже одной рукой, сидя, допустим, на стуле, на кресле или где-то в транспорте. Ну и вообще этот планшет, конечно же, я в первую очередь рассматривал бы именно как компактный переносной планшет, который будешь брать всегда с собой. Он действительно очень легкий, компактный, и его можно закинуть как в рюкзак и сумку, так и в карман какой-нибудь широкой куртки. У меня, допустим, в карман зимней куртки, внутренней он входит без всяких проблем. Что касается общей производительности, здесь, в принципе, ну, скажем так, достаточно быстро он открывает странички, достаточно быстро их подгружает, каких-то вопросов не возникает. Понятное дело, что если открывать какие-то более тяжелые странички, они будут грузиться чуть дольше, но стоит взять версию, мне кажется, 4.64, и все будет гораздо шустрее. Да, экран здесь традиционный, 60 Гц, естественно, не 90, не 120, но не стоит забывать, что это бюджетное решение, бюджетный планшет по цене порядка 13-14 тысяч рублей, в зависимости от версии. В общем, вот таким вот образом все смотрится на экране, ну, как по мне, довольно-таки неплохо. Ну, и что касается камер, понятное дело, что это планшет, и всерьез разговаривать о качестве фото и видеосъемки здесь не приходится. Здесь у нас 8 мегапикселей основной модуль, 5 мегапикселей фронтальный, ну, и можно сказать, что камера здесь есть, и как бы не более того. Она позволяет делать удобоваримые фотографии, которые вас не сильно будут баловать и качеством, и детализацией, но если что-то нужно быстро сфотографировать, как говорится, на лету, вы можете всегда это сделать, используя планшет. Тот же текст сфотографировать, или если вам быстренько нужно кому-то что-то переслать, я думаю, что для таких целей, конечно, можно использовать. Ну, а фронтальная камера вы можете использовать для, допустим, каких-нибудь мессенджеров, для скайпа и так далее. В любом случае, примеры фото и видео я сделал по традиции, поэтому давайте посмотрим. Вот такое вот качество видео получается при записи на основную камеру. В общем, как я и говорил, не блещет качеством. Картинка не слишком детализированная, такая шумноватая, немножко замыленная. Ну, хоть цвет передача более-менее неплохая. Так что поснимать что-то такое вот невысокохудожественное, наверное, можно. Но, к сожалению, не более того. Это все-таки планшет, и не нужно об этом забывать. Фронтальная камера здесь, ну, для скайпа подойдет, то есть можно, в принципе, созвониться с родителями, что-то там пообщаться, пообсуждать. Ну, опять-таки, не более того. Сейчас вот на меня прямо светит прожектор, и то я вижу, что картинка получается шумная, и такая, ну, скажем так, не очень резкая. Мыльноватая, недетализированная, цветопередача уходит в розовые тона. В общем, камеры здесь для галочки есть, и слава богу. Вот такой вот получился компактный планшет от Realme, Realme Pad Mini, и мне он действительно понравился. Очень классный форм-фактор, который очень удобно таскать с собой. И при всем при этом, несмотря на то, что это недорогой планшет, по железу он получился без компромиссов и мощнее многих полноценных больших планшетов, которые продаются гораздо дороже. Стоит брать версию 4.64, чтобы у вас было больше места под игры, фильмы и так далее. На 7 я буду завершать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну, а я буду прощаться. С вами был Айс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok